Миграционная служба собирается закрыть границы для мигрантов-нелегалов. Если раньше упор делался на выдворение иностранцев, незаконно пребывающих на территории России, то впредь все усилия направят на закрытие въезда. Выдворение и содержание нелегалов стоит денег и идет за государственный счет. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил глава УФМС Почувашия Виталий Черничкин, недавно возглавивший миграционную службу республики. Он также рассказал о том, как складывается ситуация с нелегалами в Чувашии, чего ждать от российского законодательства, ужесточения или либерализации, и о резонансных делах последних месяцев. Обо всем по порядку моя коллега Ольга Григорьева. Миграционная ситуация в республике стабильна, но это в сравнении с другими проблемными регионами. По данным УФМС, ежегодно границу Чувашия пересекают где-то 12-13 тысяч иностранцев. Это, как правило, жители бывших советских республик. Граждане Узбекистана, граждане Таджикистана, граждане Армении. Это мы говорим о гражданах иностранных государств, приезжающих сюда с целью осуществления трудовой деятельности. Приезжают на работу в основном те, кого принято называть рабочей силой. А вот высококвалифицированные иностранцы, в которых нуждается экономика, совсем не спешат в Чувашию. Таких всего 13 за год. Работают мигранты по большей части на крупных предприятиях, промышленных и строительных. Доля иностранцев совсем не велика. Высокого спроса нет. Миграционная служба намерена ходатайствовать о сокращении квоты для региона. Квота на работу в Чувашской республике использована на данный момент на 50%. На календаре уже конец года. Цифра эта тенденция к стопроцентному показателю не имеет. Проблемы связаны с нелегалыми мигрантами. Большой экономический интерес к ним, как дешевые и зачастую бесправные рабочие сели, проявляют работодатели. Чтобы получить дополнительную прибыль, они идут на нарушение законов. В Чувашии в Неладах с Фемидой оказались 111 работодателей. Бизнес делается и на перевозке нелегалов. По данным УФМС, подобный организован в Поволжье. Несколько автобусов с мигрантами уже задержаны на территории Чувашии. В Харкасах и в Цивильске. Перевозил 37 иностранных граждан Узбекистана. Среди них также были нарушители миграционного законодательства. 7 человек привлечены к административной ответственности из этих 37. Один из них помещен в спецприемник. Пятеро выдворены с территории Российской Федерации. И соответствующим образом он также будет закрыт въезд в Российскую Федерацию. В отношении нелегалов законодатели готовят жесткие меры. Обсуждается и поднимается тема уголовной ответственности для работодателей, использующих незаконный труд мигрантов. Предлагается запрет на перепродажу квоты. Ответственность за эффективное привлечение рабочей силы. Предлагается применять депортацию не только для совершивших тяжкие преступления, но и ко всем осужденным на территории Российской Федерации иностранцам. Кроме того, предлагается ограничить сроки пребывания иностранцев в России. Помогут ли такие меры сократить количество иностранцев, незаконно пересекших границы, или напротив увеличат? Не повлечет ли это за собой множество злоупотреблений? Вопросы, которые остаются открытыми. От дискуссий по этому поводу ведется немало. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.